Андрей, на ваш взгляд, почему Динамо, один из самых старейших, популярнейших клубов страны, терпит сегодня финансовый крах? Я думаю, что причин этого состояния московского Динамо несколько. В первую очередь, наверное, очень долгое время клуб жил, что называется, непосредством, заключая достаточно высокие контракты и с тренерами, и с футболистами, которые, во-первых, не оправдывали затраченных денег, а во-вторых, сам клуб не добивался при этом никаких серьезных целей. Ну, например, конечно, можно вспомнить трансфер Венгра-Джуджика за 19 или за 18 миллионов евро, над которым в Венгрии до сих пор, в общем-то, так говорят, с придыханием, потому что после того, как Джуджик ушел из Динамо, его стоимость при переходах в другие клубы составляла буквально считанные миллионы евро, а никакие не 18 или не больше миллионов. Безусловно, ответственность за финансовое состояние клуба должен нести не какой-то отдельный человек, например, какой-нибудь директор или спортивный директор. Я думаю, что ответственность должны коллективно внести те, кто входил в совет директоров Динамо и одобрял подобные траты. И, собственно говоря, такой мониторинг или, так сказать, анализ потраченных средств клуба необходимо представить. Я потому что пока не видел никаких таких серьезных отчетов, в которых бы целесообразность затрат была оправдана. Ну и еще, конечно же, мы знаем, что Динамо нарвался на решение UEFA по финансовому фэрплееру, что, конечно же, во многом, скажем так, отводило от клуба потенциальных инвесторов, спонсоров и большого спонсора тоже. То есть, наверное, в какой-то момент клуб по неизвестным причинам, неизвестным для меня, не просчитал, так сказать, подобного расхода. Ну и, конечно же, есть один важный тоже аспект, связанный с финансированием. Клубы до сих пор еще не могут достроить стадион. То есть, аренда поля в Химках – это, в общем-то, достаточно затратное мероприятие. Клубу надо содержать школу. Динамо-2, вот зачем-то еще команда играет во втором дивизионе, тоже на нее определенного уровня затраты приходится. Поэтому здесь, конечно, комплекс вопросов. Ну и третий момент, безусловно, когда Динамо выпало в первый дивизион, то инвестора под первый дивизион затащить сложно, очень сложно. Одно дело, когда ВТБ спонсировал команду, которая могла играть в Еврокубках, занимать призовые места в Премьер-лиге, ее показывали по телевизору каждую неделю. Сейчас с этим, конечно же, обстоит куда хуже дело. И, собственно, любой клуб, который вылетает в первой дивизион, как правильно, сразу очень ощутимо теряет в бюджете. Вот, например, Кубань-Краснодар тоже провалилась в первую лигу и тоже, в общем-то, сейчас испытывают колоссальные затруднения с бюджетом, потому что, ну, не хотят люди вкладывать денег. Ну и четвертый момент, безусловно, как мне показалось, вот там пришел такой спортивный директор Роман Орещук, он, конечно, постарался там навести определенный порядок и стал продавать футболистов, выручать за них деньги, значит, расчехлять зарплатную ведомость, ее разгружать, брать футболистов, которые бы, в общем-то, играли бы неплохо, но стоили бы недорого, но потом по непонятной причине заменили Орещука на Муравьева, и здесь, конечно, тоже возникают вопросы, да, тоже возникают вопросы. Я думаю, что ситуация сложная, она, я бы даже сказал, стыдная, потому что даже не то, что, ну, любой клуб падает в первую дивизион, ну, Динамо был последним из Магикан, которые у нас не падали в первую дивизион, ну, бывает, спортивная жизнь, она такая, но сейчас клубу грозит вообще банкротство, а это значит, что он снимется в худшем, ну, если случится худший сценарий, снимется с чемпионата, с первого, вернее, первого дивизиона, клуб может изменить название, да, это вообще уже, конечно, дальше ехать некуда, вот, и клуб уже не будет уступать первым и даже во втором дивизионе, это будет уже любительский клуб, ну, согласно регламентам. Я думаю, что тут, конечно, уже возопиет не только динамовское сообщество, но, наверное, все российское футбольное сообщество, клуб-то жалко, потому что вот сейчас у нас есть пример перед глазами, да, такой же именитой московской торпеды, вот она барахтается, 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 то в любительском дивизионе, то в первом, то в втором, сейчас в втором, еле-еле, там денег нет, на матч приходит там 200 зрителей. Вот, я думаю, что вот этот пример у всех перед глазами, тоже, кстати, как мне кажется, пример в некотором роде неэффективного менеджмента, и вот я думаю, что те, кто сейчас задумывается о банкротстве клуба, они должны предусмотреть этот сценарий. Я думаю, что, конечно, все руководители клуба, болельщики, каким-то образом должны объединиться, найти выход из этой ситуации, потому что команда, которая идет сейчас в лидерах, команд, в которой раскрылся Панченко, да, как нападающие, его вызвали из Динамо в сборную, она, ну я же не говорю про исторические ее вехи, да, она, конечно, не должна вот такую незавидную судьбу испытать. Если говорить о частностях, насколько сильно ударила по карману, по бюджету Динамо, перекупка игроков у Анжи в свое время? Я думаю, что некоторые движения были неразумными, вот, но я не знаю, не готов сказать, насколько, потому что, например, тот же Денисов, ну он же отличный на самом деле защитник, и такого футболиста, уровня такого футболиста, конечно, так сказать, любой бы клуб согласился у себя иметь, да, если бы там были на то причины, например, там, относительно невысокая зарплата, там, не такая завышенная, как у него, Ионову взяли, в общем-то, да, после этого Ионов теперь играет в ЦСКА, ничего особенного не показывает, вот, но это же на самом деле футбольная лотерея, тут я вот как бы не готов дискутировать, потому что, вот, возьмите пример Панченко, в ЦСКА он выходил на 3 минуты, на 2, а здесь стал лучшим бомбардиром 1-го дивизиона, понятно, что 1-го дивизиона, но и соратники по команде у него не уровня ЦСКА, они уровня ниже, даже при этом он умудрился, в общем-то, наколотить мячей, но вы вот отметили до слова Анжи, вот здесь, опять-таки, надо привести аналогию с тем, что произошло в самом Анжи, то есть клуб был перегрет финансово, в клуб вкладывались огромные деньги, но как только запал у частного инвестора Сулеймана Кинемова пропал, так сказать, клуб повалился, но он сейчас хорошо, что он все-таки, да, там, не рухнул, он окончательно куда-то, сейчас играет в премьер-лиге, вышел в премьер-лигу и играет относительно своего статуса и относительно тех денег, которые у него вложены, то есть уже никаких Роберто Карлосов нету, миллиардных и миллионных зарплат нету и клуб, в общем-то, занимает то место, которое он занимает по подбору игроков. А получается, что перепродажи этих игроков, высокооплачиваемых и дорогостоящих, у Анжи, значит, они динамовцам не принесли, получается, то есть не отбили даже свои затраты, да? Понимаете, тут дело ведь в чем заключается, игроки, ну, это такая субъективная штука, да, вот взять тот же Трауре, который играл в том Жанже и в Краснодаре, и в Монако, а сейчас этот игрок просто валяет дурака в ЦСК и просто вызывая полное негодование в трибун, да, а ведь это был, в общем-то, достаточно неплохой игрок, да, и здесь вот кто как впишется в коллектив, да, понимаете, там можно много примеров приводить, да, там Киржаков, который там в Зените долгое время на запасе, там его куда-то выкинули в этот самый, в там, в швейцарский клуб, сейчас он заиграл, и Кокорин, который в Динамо вообще никак не мог раскрыться, там получал огромную зарплату, а посмотрите, что сейчас творит этот парень в Зените, ну, совершенно другой уровень футболиста, то есть человек должен найти свою команду и найти своего тренера, вот здесь вот очевидно вот это произошло, поэтому, ну, конечно, на самом деле, подобного рода такие выкупы, да, за такие большие деньги, они, ну, тоже нуждаются в какой-то аналитике, правда, это было достаточно, все-таки, там, продолжительное время назад, тогда у Динамо был очевидный бюджет, и спонсоры, вот, и так далее, вопрос в другом, почему сейчас у клуба такой гигантский долг, там, если не ошибаюсь, 10 миллиардов рублей, или даже 13, цифра на самом деле просто немыслимая, но я думаю, что во многом это было, это, как говорится, накопленная реакция, там, отложилось все, как соль в шахтах, понимаете, солевые отложения, то есть все отложилось вот сразу, и в какой-то момент вот пузырь финансовый перегретый лопнул. Ну, вот, вы уже сказали о стадионе, а насколько вообще реально Динамо будет зарабатывать, там же и торговая площадь небольшая, ведь на самом деле строит ВТБ, эту арену, да, и она называется, в общем-то, ВТБ-арена, сколько она будет принадлежать клубу? Ну, я думаю, что надо посмотреть документы, чтобы определить, какую долю в нем будет в этом стадионе и в окружающей территории занимать Центральный совет Динамо и футбольный клуб Динамо. Я, например, вот не очень пока представляю роль команды, но очевидно, что ВТБ согласился на такое масштабное вложение средств, не из чистых иллюзорных побуждений, разумеется, да, с тем, чтобы зарабатывать. Я думаю, что ВТБ будет зарабатывать за счет площадей, которые были уступлены, я так понимаю, Динамовским обществом, потому что вот эта территория, это была территория Динамо, это же не, даже, по-моему, не городская собственность. Вот ВТБ будет зарабатывать на вот этих офисных зданиях, на продаже квартир, апартаментов, а стадион как бы будет на таком балансе висеть. Я не думаю, что в российских условиях, а еще больше в условиях Динамо, стадион каким-либо образом быстро окупится. Здесь очень существуют большие проблемы, связанные с тем, что зарабатывать, по сути, не на чем. Объясню, почему. Матчи сборной России, матчи повышенного ажиотажного спроса. Ну, вот посмотрите, какая сейчас конкуренция. Стадион Лужники будет построен, его чем-то надо заполнять. Есть стадион Спартака отличный, есть стадион ЦСКА отличный. А если возникают какие-то проблемы с непогодой, у нас вот Краснодар сейчас строится, у нас Сочи. Неплохой локомотив. Неплохой локомотив, но уже устаревший, так сказать, конечно, по многим компонентам. В общем, к 2018 году, когда будут построены все стадионы, будет бешеная конкуренция за зрителя. Вот сейчас, например, даже мы видим, что ЦСКА, построив прекрасную арену, собрал аншлаг на первый матч. Ну, и соберет, конечно, я думаю, на матчи Лиги Чемпионов. А вот, к сожалению, я сам армейский болельщик, и мы видим, что сложно заполняются арены на матчи с нестатусным соперником. Ну, не в обиду бы сказано, там, там, с Уфоев собралось 9 тысяч зрителей, 9,7 тысяч. Это больше, чем раньше на Уфу собиралось ЦСКА, но ЦСКА, безусловно, рассчитывает на большее. И, ну, здесь тоже много факторов, все-таки, объективно, да, и холодная погода сейчас установилась, и в позднее время там какое-то было. Ну, все, конечно, безусловно, что называется, отмазки для бедных, но на самом деле, вот здесь вот в этом смысле надо очень здорово работать, чтобы привлекать болельщиков. А у «Динамо», например, сейчас, ну, своя аудитория, это примерно 5 тысяч человек, 5-6 тысяч. И вот, если, конечно, команда провалится, не дай бог, я не хочу, чтобы это случилось, и будет обанкрочено, или, например, скажем, будет бороться за выживание, то перспективы заполнения вот этой новой, модной, мощной, так сказать, ВТБ-арены, эти перспективы будут очень незавидны. Вот год осталось до введения арены. Кровь бизнесу, наверное, нужно удержаться «Динамо», да, на плаву? «Динамо» надо пройти этот сезон, каким-то образом закрыть все эти долги, и, ну, команда играющая, в том-то и дело. Но она играющая, конечно, до тех пор, пока вот долги перед футболистами там не затмят все мыслимые и немыслимые сроки. Вот, ну, например, там два-три месяца игры там не будут выплачивать, и все, там команда поплывет. Это известный факт, да, даже очень сильные команды, как только там какие-то финансовые начинаются вот эти вот неурядицы, они сразу начинают буксовать, и, так сказать, там, да... Вплоть до забастовки, да? Вплоть до забастовки, как это происходит в «Луче», «Энергии», «Кубани», «Краснодар» и многих других команд. Да, даже в «Премьер-лиге», по некоторым данным, в общем-то, ну, практически 80-90% команд имеют довольно-таки серьезные задолженности перед своими футболистами. Ну, вот на Ваш взгляд, как игроки и тренеры должны реагировать на постоянно усиливающиеся слухи о возможных банкротстве? Стиснуть зубы и идти вперед? Наверное, если бы это были коренные «Динамовцы», скажем так, они бы стиснули зубы и пошли вперед, но кормить-то тоже свои семьи надо. Сейчас же эти «Динамы» играют не те футболисты, которые зарабатывали по 3-4-5 миллионов рублей в месяц. Порядок цифр совершенно другой, в сторону минуса. И здесь, конечно, надо соблюдать законодательство, да, соблюдать регламенты UEFA и FIFA, которым апеллирует любой футболист. Ну и плюс есть еще и трудовое законодательство, да, наше российское, трудовой кодекс Российской Федерации, когда там после определенной задержки футболисты имеют право и в суд подать, и потребуют возбудить уголовное дело против своего работодателя. Здесь очень для работодателя нехорошая ситуация. Но, еще раз говорю, что, вот, наверное, «Динамо» требует серьезнейший аудит того, что было сделано за последние годы, для того, чтобы понять хотя бы, куда ушли деньги. Что стало вообще с огромной, гигантской собственностью «Динамо», да, что стало с собственностью конкретно футбольного клуба «Динамо», если, конечно, такая у него была, там, такая собственность у него была. И, в общем-то, конечно, безусловно, там бить надо во все колокола и стараться, не знаю, что-то придумать, привлекать инвесторов. А кто должен это сделать? Новый руководство Центрального Совета «Динамо»? Не, ну, во-первых, новую руководство самого футбольного клуба «Динамо», оно обязано просто сейчас, так сказать, там, придумывать некий кризисный план. Вот, и, наверное, каким-то образом осветить то, что они собираются предпринимать для оздоровления финансовой ситуации в команде. Так, что-то там у нас постоянно какие-то движения происходят, Игорь даже не выдержал. Игорь, кто там катается вообще? Да, ну, в принципе, вопросы исчерпаны. Спасибо большое. Конечно. А вот Егор был...